В четырех муниципалитетах округа, в нескольких населенных пунктах образовательные учреждения закрыты полностью или частично по рекомендации Роспотребнадзора. Причина – высокий уровень заболеваемости. В регионе новая волна вирусной инфекции, превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Тему продолжит Анна Мартяжкина. Детские сады на карантине, школы переведены в формат дистанционного обучения. На Чукотке новая волна вирусных инфекций. В основном болеют дети. На 600 выявленных случаев ОРВИ и гриппа за последнюю неделю. 378 приходится на школьников. По темпам прироста мы превышаем эпидемический порог. Не на много, но на 4%. Это по Чукотскому округу. И темп прироста по отношению к предыдущей неделе плюс 30%. То есть мы растем на 30% в неделю. Там есть возрастные группы, где мы снижаемся темпы прироста на отрицательные. Это дети от нуля до двух лет. Но есть группы, в которых рост идет в два раза. То есть на 200%. Это дети 7-14 лет школьного возраста. Как отмечают специалисты, основной процент заболевших – непривитые люди. А среди вирусов гриппа нарастает тот, что со штаммом H3N2, то есть грипп гонконгский. Его особенность в том, что лечение длится от двух недель и больше. И он легко может перейти в пневмонию. А главное – имеет высокую контагенозность. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, дети и непривитое население. Медики рекомендуют при первых симптомах недомогания обращаться к специалистам и в числе прочих рекомендаций врача сделать рентген и сдать мазок из зева. Только тогда доктор сможет поставить точный диагноз и назначить необходимое лечение. На данный момент вероятен риск заражения и так называемый микс инфекции. Когда к гриппу подсаживается коронавирус – один из действующих методов профилактики. Масочный режим в общественных местах. Мы все массовые мероприятия, которые приходят на согласование, мы сейчас отменяем. Но рекомендуем не проводить. Перед новогодними праздниками, когда у нас был ажиотаж, мы рекомендовали главному администрации вести масочный режим для работников торговли. У нас определенное время работники ходили в масках. И в принципе такой волны серьезной на новогодние праздники, и после нее нам удалось избежать. Уже в ближайшие дни ряд образовательных организаций округа вернется в прежний режим работы. А с 6 февраля центры образования в Марково и Беринговском переведены на дистант. А детские сады в этих населенных пунктах закрыли на карантин, как и дошкольные учреждения кораблик в проведении. Анна Мартяжкина, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.